сегодня попал на объект толику и снял небольшой фильм что происходит на стройке на объекте вот посмотрите вот так выглядит будем грит барбекю вот смотрите толик занимается вот такой интересной будет видите печка опять это касая я узнал что это стоит печка называется доминиканская хотя допустим я ее называю гоблинска вот эта печка сделана без кирпича посмотрите как она выглядит вот ведь я даже открою вам покажу смотрите там огонек горит виде все там настолько интересно и вот это можно посмотреть и сюда можно шашлыки делать и пищу всякую но это отдельный отдельный разговор вам покажу расскажу как это делалось это стварная печка никто с кирпича и умный не делает тут видите этот у нее так выглядит конструкция ее а толик вот это берет вырабатывает раствор подкидывает вертикалку мне осталось там ведерко 2 вот выглядит смотрите вот так вот уже идет развитие этого барчика он натянул вот такие вот палаточки и готовится скоро будет открытие бара и смотрите как выглядит вот этот барбекю то есть вот он такой кованый уже верха сделанные вот рядом пенечек давно сделаны и посмотрите как этот камин выглядит сзади а сзади выглядит тут он кованые такие элементы он уже подсох вот здесь остался центр сделано но это уже просто он там камушки вылеплены а посередине потом еще такое будет ковка сделано и он наверно туда сделать такие руки свои выдавить чтобы видно было какой мастер и как он этими руками отделу такую вот интересную работу то все село ждет когда же будет запущенный вот этот барбекю а он решил в этот день когда барбекю запустит он сделает бесплатные завтраки и обеды а вечером будет там шарики и народ уже будет платить деньги вот ну даже цвете какой хозяин ну правильный и теперь скоро выборы его хотят староста взять нас уже теперь нету этих мэра у нас называется староста не знаю как хорошо ли плохо я уже не привыкну вот видите уже осталось немножечко с этой стороны а самое интересное видите вот это и слева печка доминиканская если я правильно сейчас даже прочитаю уже при найду где написано как эта печка правильно говорить доминиканская я недавно кино снимал про нее целый целый сама вот это вот я оказывается делаю такую печку даже не знал что она так называется ну я ее только не с кирпича дело она сварная металлическая но отдельный фильм я скажу вот так она сзади выглядит смотрите она оформленная вот и а с арбитоном все спрашивают какой арбитон жаропрочный не зажаропрочный обычный марка 500 1 2 мы так работаем вот смотрите то ли кидает вертикал к вертикал вот так он ее подкидывает и будем газе а потом будет делать начисло эта арматура должна быть в бетоне тогда она будет хорошо работать вот видите как как шестерка сеточка и вот все уже сверху промазали сейчас он откинет и будет железобетонная это такая барная стойка и смотрите какая интересная крыша необычная она будет под медь под копку сделано и вот так выглядит вот этот комплекс для приготовления пищи на огне улетит даже вычитал это так называется а вот это придумал такую барную стоечку и а вот эта печка будет потом арбитоном сделано как бы под камень а здесь уже вот почти под покраску готова но осталось вот фасадик сделать уже внутри там труба великолепно сделанная то есть ну короче каждый день работаешь потихоньку и работа сдвигается нам сильно хозяин помогает то есть сам хозяин и месяц и носит и вот ну это будем говорить в селе еще остались люди которые не боятся работы и вот идет поддержка со всех сторон он только виде как сел и как автомат кидает вертикалку а это вот сам хозяин в этого бара звать его рома так что вот уже у меня самого охота вот эту раскраску сделать и вот эту доминиканскую печку сделать и показать вам как новый продукт мне очень удобно кушать готовить мы такие там приспособления сделать что он там и специальные там и курятину и вымачивает и делать всевозможные ну будем горит блюда у них там повар есть вот он специальный мастер-класса покажет как на этой печке готовить пищу и а я вам покажу как можно быстро без проблем сделать вот этот в эту печку как сделать без кирпича и а вот это видите толик уже делает но заканчивает работу смотрите видите и он ее берет и вырезает вот таким вот будем говорить и мастер очкам уже арбит он постоял у него вылепил и вот теперь он станет и будет вот так вырезать каждую заклепочку нужно не знаю что там балаболить я наверно просто музыку поставлю да слушать ее сами потому что ну сколько здесь еще ну не охота короче фильм делать ну кто хочет качественную работу просто надо вставать и работать отключать мозги и вот так вот вырезать ну толик ведь он такой усидчивый и и вот это первое его работы смотрите как у нее великолепно сделал самостоятельно первая работа а так со мной нужно отработал полгода ну как сезон а этот сезон уже работает сам короче в этой жизни главное желание а у толика есть желание все таки я до балаболи потому что музыку дольше ставить чем вот этот фильм там еще две минуты до до терпите блогера вот рядом виде камушек он его сегодня сделал вот эту ковочку принципе уже на выходе ну это не фасад на низу как говорится работать просто ну все равно каждая работа требует определенных затрат времени и ты их ну как бы быстрее не сделаешь чем положено то есть надо эту заклепку резать на минуту а если ты будешь быстрее значит она будет у тебя некрасивая посмотрите какая ковка интересная она видите там такие граньки вышли фону как они вылеплены то есть она резкая ну у каждой эту ковку может увидеть по-своему кто-то вы видите зарезы к трещинку издаться кто-то его вырезы там определенные трещинки будет или пластику ну кого-то только такое видение вот этой будем говорить гоблинской копки ну там получается целый мастер-класс как вырезать заклепки на гоблинской копки раньше только коля мог мой зять старший делать эту копку а теперь у нас уже и толик может представляете вот он может вот такие заклепки и делать их сотнями ну и потом уже кисточки по замывать его тоже хуже не будет убить и раствор такой это благодарный материал и это не дерево где стамеской надо стучать и он хорошо стоит и недорогой материал поэтому мне арбит он понравился то я уже там 30 лет работаю с арбитоном но сейчас хитрил у меня три дочки я выгодно замуж отдал и теперь у меня эти зятя пашут а я снимаю фильмы и вот это рассказываю как как хорошо не будут жить если будут месить бетон а это на закуску вам покажу вот видите то первые камины какие делал они были кирпичные я не знал как еще сеткой обтягивал армировал и вот такая топочка маленькая было вот такие будем где такая беседка это были принцип такой декоративный камень ну где-то щит мы уже кое-где металл пытались применить как ока это у меня среди моя дочка ира вот она такая молодая была 15-20 лет назад было вот так было давно